В нашей карме Пречистой мы показали свойства существования сущности такой истоты, как человек, его связи и общения в космосе и с помощью космических, которые по сути психические энергии. Ясно, как мы представляем и определение материи как одной из форм некоторого вида энергии. И по эзотерическому учению, данному в наших видах, что за формой или энергией стоит некая модель или система, которая управляет и определяет эту, видимо, воспринимаемую нами форму как себя, проявляемую энергию, энергию, наполняющую и рассредоточенную в космосе. Это некое рассредоточение в прямом смысле и представляет, например, из себя человека. Энергия – сгусток энергии. Разумная энергия – это человек. Законы мироздания подтверждают вечное существование этой энергии. В худшем случае – ее взаимозаменяемость. В лучшем – переход в возрастающие новые качества. Но ничто не может появиться ни из чего. И все проявляется через это ничто. Изучаемый как объект мозг не может служить источником, породившим человека. Но и без него человек, как разумная сущность, не может существовать. Разум определяет мозг, и он приходит в него и исходит из него, не как функция мозга, а как нечто, существующее вне его, им управляющее и существующее даже тогда, когда умирает мозг и тело человека. А о постижениях мистиков, о великом нечто, абсолюте, боге, как причине всего, мы не говорим еще тут. Но это мы подразумеваем. Тут часто приводят сравнение искры Божьей человеческой сущности. И, например, так любимых мной горилл, где о последней говорят как о высокоразвитом животном. Но без индивидуализированной души ее определяют как часть групповой души, на которую накладываются все ограничения этой группой до души. Но подобное можно отнести и ко всем животным, существующим в нашем мире. Человек, конечно, иной, но представьте только его вне общества, а в малой изолированной группке. Через одно-два поколения его деятельность будет близка к дикости, а через десяток-другой вряд ли его отличишь от высокоразвитых животных. Я не привожу уже и другие процессы, которые ярко выражаются в процессе инволюции. Тут же заработающим как часовой механизм. И деградация пойдет по наклонной. А вот созидание не процесс материальный. Мы это утверждаем со всем основанием. Форма не создается материей. Форму творит дух. Ясно, что материя не может создать форму. Она то, с чем работает дух. Даже энергия не может создать форму. Его нечто, ею нечто движет. Грубо и упрощенно она управляема. И если уже идти дальше, то и вместе энергия и материя не могут создать форму. Вы никогда не задумывались, как все окружающее возникло и так упорядоченно расположилось вокруг вас. А вы во всем этом. Все должно иметь образец или, как утверждает, некую систему. Великий план Творца. Законы космического развития. Но где этот Творец? В нас, как утверждают. И кто сотворил этот план? Он сам по себе существует? По мысли вульгаристов. Да, конечно. Эволюционисты утверждают, что у человека все еще впереди. Неужели? А золотой век был, и он будет еще. Но не с нами. Мы уже пожили хорошо, а теперь выполняем черную работу. И собираем урожай всяческого возможного мира устройства. Великий Создатель создал для нас этот план. Но и еще более Великий Творец сотворил план Великого Создателя. Разве человеческая мысль способна узреть самую глубину мироздания, мироустройства и миропонимания? Нет ничего более верного, чем утверждение. Познай самого себя. Ибо ты во всем, и все в тебе. А теперь перейдем к представлениям о семи телах человека. Об этом говорили еще так называемые мудрецы Востока. Что человек – это существо семиричное, то есть состоит из семи тел в соответствии с семью планами. Мы оговоримся, что это не перспектива, не возможность в нашем понимании. Путь развития – а реальная константация нашего настоящего и бытующего состояния. Так вот, в соответствии с семью планами, а мы считаем, что их значительно больше, только на данном этапе знаний о других планах нам недоступно, да и не нужно. Задачи уже не те и более конкретные и материальные. Человек состоит из следующих семи тел. И об этом мы поговорим в следующем разделе. Субтитры создавал DimaTorzok